Сузуки огромная компания в мировом масштабе, но небольшая в России. Однако, несмотря на неширокий модельный ряд, отсутствие локальных заводов и государственной поддержки, Сузуки уверенно конкурирует с другими брендами. Чем марка порадует нас в ближайшие годы? Как изменится модельный ряд? Войдут ли в него электрические и другие подключенные автомобили? На эти и другие вопросы телеканалу Автоплюс ответила Ирина Зеленцова, операционный директор Сузуки Мотор Рус. А начали мы беседу с подведения итогов прошлого года, когда Сузуки нарастила продажи на 3%, хотя многие массовые бренды на фоне коронавирусных ограничений ушли в глубокий минус. На самом деле, прошлый год был удивительным, наверное, для всех и для всего автомобильного бизнеса. Для нас он не стал исключением. Причинами успеха можно назвать несколько. Первое, у нас были в наличии автомобили, плюс стабильная дилерская сеть, которая покрывает географию от Калининграда до Камчатки. Соответственно, если где-то в каких-то регионах вводились локдауны, другие уже выходили из этой сложной ситуации. В этом году Сузуки планировала подрасти еще на четверть. Удастся ли выполнить план, если дефицит микросхем внес свои поправки? На данный момент с уверенностью можем сказать, что в любом случае итог 2021 года будет лучше 2020. В этом сомнений уже нет. Тут мы уверены и в наличии автомобилей у дилеров, плюс текущие продажи. Поэтому многое зависит от полупроводников, от поставок и от четвертого квартала. На фоне дефицита машин российские дилеры повышают свою маржу, продавая машины сильно дороже официальных цен за счет дополнительного оборудования и услуг. Борются ли Сузуки с этими накрутками? Так называемое сленговое навешивание излишних допов. Мы крайне аккуратно к этому относимся и наши дилеры тоже. Да, безусловно, сейчас больший объем доп-оборудования предлагается клиенту на выбор. Но здесь каждый вправе выбрать, готов ли он установить это доп-оборудование в дополнение к стандартному, который есть, который сделает эксплуатацию автомобиля более комфортной, более интересной. Части персонализировать сможет он свой автомобиль. Или немного подождет, но получит автомобиль в стандартной комплектации. Но сразу оговорюсь, мы сильно не вмешиваемся во взаимоотношения дилера и клиента. Это все-таки другая часть нашего бизнеса. И здесь мы занимаем некую нейтральную позицию. Все свои автомобили Сузуки в Россию импортируют, поэтому на государственную поддержку рассчитывать не приходится. Мы любим, когда государство начинает поддерживать автопром. Это в общем и целом повышает спрос на автомобили. Ну а мы со своей стороны предлагаем все те же программы, как и другие автопроизводители. Будь то лизинговые поддержки, кредитные предложения, помощь врачам. Все эти программы действуют у нас. Единственное, что мы финансируем их за свой счет, чем, честно говоря, крайне гордимся. И все-таки, почему Сузуки не строит завод в России? Все любят задавать этот вопрос. В 2008-2009 годах у нас был проект по строительству завода, который был заморожен. На данный момент мы полностью удовлетворены тем объемом, качеством автомобиля, который нам поставляет завод-производитель как в Венгрии, так и в Японии. Перейдем к модельному ряду. Когда ждать обновления Vitara и SX4? Ох, мы тоже ждем, как импортер, и как клиент, и как дилер. Дилер, безусловно, мы хотим обновить наши модели. Как только появится информация от производителя, мы ею начнем делиться со всеми заинтересованными сторонами. Вывод легковых моделей седана Balena и хэтчбека Swift ожидался давно, но так и не случился. Остались ли еще шансы? Что касается более компактных автомобилей, здесь сегмент наиболее чувствителен к цене. Соответственно, здесь при выводе автомобиля на рынок нужно крайне аккуратно подходить к ценообразованию, чтобы не испугать клиента. Как только мы сможем договориться по цене и поймем, что мы можем вывести на рынок автомобили, то, безусловно, мы порадуем своих клиентов в том числе и более компактными автомобилями, чтобы в рамках семьи Сузуки можно было автовладельцам менять небольшой автомобиль на больше и больше, развиваясь таким образом в рамках бренда Сузуки. А строит ли Сузуки планы по электрификации? Со штаб-квартиры мы уже начали обсуждение возможностей поставок автомобилей в Россию. Посмотрим, как здесь будет развиваться электрификация. Мы понимаем, что нам нужно пройти достаточно долгий путь по развитию инфраструктуры. Но если Россия будет в этом участвовать, будет действительно активно развиваться, то и Сузуки порадует своих клиентов электромобилями, поскольку разработки ведутся. Другой современный тренд – цифровизация, развитие заводских телематических систем и онлайн-сервисов. Какую работу Сузуки ведет в этом направлении? Возможности, в том числе онлайн-покупки автомобилей, мы сейчас разрабатываем. Находимся в стадии согласования проекта. Надеюсь, что в ближайшем будущем порадуем своих клиентов новыми возможностями приобретения автомобиля. Что касается телематики, в той же стадии разработки, проработки мы находимся. Отметим, что Ирина – единственная женщина в топ-менеджменте японских брендов России. Точно могу сказать, что никакой дискриминации или некоего подозрительного отношения со стороны мужчин к себе как минимум я не ощущаю. Да, я росла в рамках компании от начальных позиций до руководящих, заслуживая то самое уважение, которое так необходимо в том числе и в работе с японскими коллегами. Но могу сказать, что это интересно, это определенный вызов. И напоследок мы спросили Ирину, какой будет марка Сузуки лет через пять. Это надежность, это практичность, экономичность, ну, экологичность, мы уже рассказали, тоже с нами будет. Поэтому, думаю, чтобы не производить неких революционных, пугающих отчасти действий, то, конечно, своим клиентам мы продолжим предлагать те автомобили, в которых они будут уверены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...